Огонь на уничтожение. У нас пытаются с террористами договариваться. Возможно, это вынужденная мера. Я хотел бы тоже, чтобы все понимали. То, что мы берем тактическую паузу, мы, как я, подводя итог вышесказанного, мы должны использовать для того, чтобы максимально укрепить свою обороноспособность. В первую очередь обороноспособность. То есть мы не должны допустить, чтобы та зараза террористическая, которая находится в Луганской и Донецких областях, распространялась дальше, в сторону Мариуполя, или в самый проблемный сейчас такой у нас город, или в любые другие регионы. То есть мы должны зафиксировать ту территорию, которая контролируется террористами, и не допускать ее распространения. И потом, когда наступит ситуация, когда мы сможем давать достойный отпор и террористам, и в том числе российской армии, которая оккупирует сейчас нашу землю, приводить все, уничтожать террористов, оккупантов за территорию границы выводить, и отстраивать нашу землю, и наводить порядок во всех сферах нашей деятельности. Пожалуй, у меня все. Буду рад ответить на вопросы, в части касающиеся. Я передаю слово. Я хотел бы добавить еще по поводу амнистии. Я считаю, что ни один террорист, ни один преступник, который стрелял в наших солдат, который пытал, мучил, издевался над нашими боевыми братьями, не должен быть амнистирован, не должен быть оправдан. Мы этого не позволим, потому что то, что происходит там на самом деле, когда это видишь своими глазами, ты не понимаешь, как этого человека можно простить и помиловать его. Каждый террорист должен понести ответственность и получить сполна по закону. Я вкратце резюмирую. Во-первых, ситуацию, которую мы видим на данный момент, и пути реагирования на нее. Прежде всего, с подписанием этого закона абсолютно не снимается вопрос, мы видим продолжение боевых действий. То есть, сегодня ночью мы мониторили ситуацию по своим источникам в ЛНР, ДНР. Террористы достаточно оптимистично восприняли принятие этого закона. Идет мнение, что мы добили своего, дожали Киев и так далее. Но мы абсолютно понимаем, что последнее слово, даже не за руководством ДНР и ЛНР, не говоря уже о вожаках отдельных этих банформирований, которые входят в их состав. Последнее слово за Москвой. Те действия, которые предотвращаются сейчас российско-террористическими войсками, свидетельствуют о том, что противник не настроен на мир, наоборот, готовится к наступательным действиям. Ну, возможно, ситуация поменяется уже в ближайшие часы, но на утро у нас была информация о том, что, во-первых, россияне проводят, так сказать, мониторинг машиностроительных мощностей по всей территории оккупированных Донбасса. Речь идет о способности восстанавливать бронетехнику, проводить ремонтные работы на этой территории без вывоза в Россию. У них сейчас большая проблема выводить технику побитую, потом возвращать назад, проводить ротацию и так далее. То есть это свидетельство того, что Россия настроена на долгое противостояние. С другой стороны, также идет установка, готовится к боевым действиям уже в зимний период с их стороны. Это тоже свидетельство настроенности на затяжные боевые действия. Но в то же время есть информация, что Россия не рассчитывала на то, что этот закон будет принят. Возможно, сейчас ситуация будет меняться, дай бог. В любом случае, резюмирую то, что уже было сказано. Во-первых, необходимо локализировать очаг этой заразы, то есть создавать глубоко шелонированную оборону. При любом раскладе, как бы мы дальше не решали эту проблему, это не будет лишним. То есть сейчас, в настоящее время, необходимо, очевидно, провести мобилизационные мероприятия. Во-первых, по военно-учетным специальностям инженерных сапедурных подразделений, мобилизацию по строительной технике в регионе и так далее. И все силы бросать на создание глубоко шелонированной обороны. Определить комплект войск, который необходим для удержания обороны на этих позициях. Мы сегодня ночью наблюдали, как по некоторым позициям нашим были нанесены удары. Все равно противник пытается выдавить занимаемых позиций и идти дальше. Это недопустимо. То есть это то, что нужно делать в первую очередь. Второе, то, что нужно было делать еще вчера, это проведение, как сказал Андрей Тетерук, инвентаризации. Но в формате оборонного обзора, Defense Review, в общем-то, Украина проходила этот процесс. То есть идтилизацию, грубо говоря, всех оборонных ресурсов, которые на данный момент есть в стране. Суть в чем? Во-первых, мы обладаем очень большим мобилизационным ресурсом Украины. У нас не маленькая страна. Но мы можем мобилизовать сейчас миллион человек. Да, это будет огромный удар по экономике, но технически это возможно. Вопрос, какую ценность эти люди принесут на передовой. То есть школа подготовки мобилизерва – это армия. Ну, вообще вооруженное формирование, это вообще известно. С тем уровнем боевой подготовки, который был в украинской армии в последние десятилетия, то есть фактически с 91-го года, эта армия не стала и не являлась школой подготовки мобилизерва. То есть сейчас мы видим, людей военкоматы призывают, у них военноучетная специальность, он там механик-водитель, оператор-новодчик. А он в армии, да, он по этой специальности числился, но он реально свою технику там видел два раза за всю службу и не владеет никакими навыками абсолютно. Это необходимо исправлять срочно. То есть сейчас речь идет о том, чтобы армия определилась, какие военноучетные специальности наиболее актуальны. И создавать, вернее, уже подготавливать людей, вне зависимости, какой у них был ВУЗ. Потому что я говорю, что этот ВУЗ на самом деле ничего не значит, это пустышка. Начинать фактически везде нужно с нуля. Сложность в том, что нам противостоит фактически регулярная армия России. То есть если с банк-формированиями мы могли бы бороться, грубо говоря, силами механизированных подразделений, добровольческих и так далее, национальной гвардии, то противостояние с российской армией означает прежде всего применение высокотехнологичных вооружений. Специалистов у нас раз-два и общался. Если пехотинцы, то есть бойца механизированного подразделения, национальная гвардия, можно подготовить за месяц, это вполне реально, то по более сложным специальностям одним месяцем не обойтись. Это надо делать сейчас. Мы не верим в то, что нужно стремиться к решению конфликта и возвращению Донбасса в общеукраинское политическое пространство мирным путем, но шансы, как мы видим, очень низкие. То есть прежде всего нужно готовиться все-таки к силовому варианту, к защите своей территории, территориальной целостности и суверенитета. Второй вопрос. Необходимо делать кадровые выводы. Мы вообще не видим абсолютно никакой ротации в органах управления военного. Мы видим кучу ошибок, кучу обвинений и так далее. Там даже какие-то расследования проводятся. Минобороны бодро рапортуют, что виновные будут наказаны. Да, наказание виновных очень важно в качестве урока. Но намного более важно снятие их с должностей уже сейчас, для того, чтобы эти ошибки не повторялись. Во время боевых действий всегда и везде, на протяжении всей, наверное, истории военной мировой, в ходе боевых действий всплывали и фиксировали взлеты с низшего командного уровня, минуя там ступени на верхней. То есть люди демонстрируют способности, деловые качества, свои таланты. У нас почему-то этого не происходит. Украина уникальная страна. Тем не менее, необходимо в кадровом плане эту проблему решать. Мы также в ходе заседания военного света пришли к выводу, что необходимо брать ресурсы из добровольских подразделений. Там тоже люди, ребята, даже которые не обладают большим военным опытом и знаниями, но они получают боевой опыт в течение очень сжатого периода времени. Опять-таки демонстрируя свои способности и таланты. Необходимо при военно-учебных заведениях создавать сейчас курсы, сокращенные именно для этих людей, которые имеют боевой опыт. То есть мы сейчас можем поставить на конвейер фактически производство боевых офицеров в очень сжатые сроки. И это будут не просто обладатели дипломов вузов, а люди, которые действительно к этому имеют какое-то стремление, талант и способность воевать. Это очень важно. Далее, касаемо оборонного обзора и вооружения военной техники. Минобороны действительно обладают большим запасом ВВТ, однако наибольшая проблема, как известно, то, что все годы независимости Украины, армия это была одной большой площадкой для коррупции и воровства. Техника массово разокомплектована. На это, в общем-то, и жалуются. Да, бронетехника есть, но она небоеспособна. Возникает вопрос. У нас Министерство обороны обладает мощнейшим потенциалом и Укробромпром ремонтных заводов. От танковых ремонтных и заканчивая там авиационных ремонтных. То есть база для ремонта есть. Средства Министерства обороны, как мы знаем, тоже есть. Они никак не могут их реализовать. Грубо говоря, сырье, то есть то, что ремонтировать, тоже есть. Почему этого не поставлен на поток ремонт этой техники, тоже непонятно. То есть необходимо в ходе этого оборонового обзора, во-первых, понять, что у нас вообще на руках есть, на базах хранения и так далее, а не в боевом составе. Ну, вернее, не только в боевом составе. Надо решить, какой комплект нам войск необходим для дальнейших действий и в соответствии с этим проводить и восстановление боеспособности техники с параллельной закупкой и госзаказом для своих и для иностранных производителей и подготовку мобилизационного ресурса. Я думаю, если эти мероприятия проводить в комплексе, то мы в очень сжатые сроки можем получить вполне боеспособную армию. И будет, что самое главное, кадры, которые имеют опыт боевой, у нас есть. Ну, на все. Я считаю, ну, тут уже будут технические вопросы, это второй момент. Первый момент. Во-первых, нужна лимитация для того, чтобы проводить демаркасию. Мы не знаем, на каких позициях вообще согласно становиться террористы. Они утверждают, что им принадлежат вся Донецкая область и Луганская область. Естественно, это бред отдавать из третьей Донбасса, отдавать еще две трети просто в качестве подарка, но это было бы как минимум неумно. Что касается демаркации, тут лишняя демаркация, я говорю, в оппозиционной обороне. То есть не поставить просто-напросто там таблички, что там дальше опасная зона, о том, что должна быть первая полоса траншеи, вторая, третья минные поля, блиндажи и так далее и тому подобное. И чем более шланированная оборона это будет, тем лучше. Оборона лишней никогда не бывает. А вот, я как-то могла бы, что на прохождение обороны похоже на самом деле? Ну, дело в том, что вообще можно позиции сейчас укрепить. Мы заметили, что наши войска очень мало копают. На самом деле, любая война это копать, копать и еще раз копать. История Второй Мировой тоже свидетельствует, что люди копали намного больше, чем стреляли на самом деле. Ну, это понятно. И при наступлении, и при преступлении, любая фиксация, любая остановка это копаться. У нас борьба, как раз вот когда шла АТО, так называемая антитеррористическая операция, до вторжения российских войск уже широкомуштабного, у нас была ставка на рейдовые, скажем так, действия. То есть постоянно война шла. В этих условиях, конечно, копаться довольно проблематично. Хотя мы видим повсеместно, что даже блокпосты не укрепляются достаточно. Сделать это с десяток блиндажей, лишними не будут никогда. Но почему-то не делось. Но это второй вопрос. Тут как раз суть в том, чтобы понимать, что сейчас другого варианта нет. Мы должны зафиксировать эту линию и не шагу назад, что называется. То есть войска все должны опяпываться по этим позициям. Оборона это не значит, что километры просто перекопаны. Она может создаваться вообще, последний эшелон быть в 30-40 километров, ничего страшного. То есть на расстоянии действия артиллерии, тех же СИЗОГРАД и так далее. Из этого нужно исходить. Это вполне технически возможно. Ради бога, не обязательно через по улицам населенного пункта срывать асфальт и рэтиокопы. То, что вы сейчас рассказывали, это все теория или уже есть какие-то начальные действия? В том-то и дело, что СНГО заявляет о том, что это ведется. Но мы мониторим ситуацию. Мы видим, скажем, скорее символические действия, нежели полномасштабные работы по этому направлению. Продолжение следует. Законы, определенный будет разработан законопроект. Многие, сейчас я объясню, многие говорят, что вот ты комбат, ты должен ходить и вести людей в атаку, твое дело воевать. Ну, это в корне неправильно. Говорят, должны быть одни юристы, потому что это правительство, это законодательный орган, там должны быть одни юристы. Я бы тоже не согласился с этим утверждением. Я сейчас сделаю преамбул, а потом отвечу на ваш вопрос. Вот у нас мы можем взять на примере судей. У нас в суде такие юристы, клема нигде ставить. И мы видим, какие они принимают решения. И если мы наберем полную Верховную Раду, одних судей, которые будут принимать решения, допустим, выпускают сепаратистов, оправдывают совершенно дикие какие-то решения, отпускают людей или не наказывают наоборот. Они тоже юристы. Но они принимают совершенно дикие решения. Я со своей стороны хочу сказать, что я и пошел на фронт, я повторюсь, многие уже слышали в прошлом интервью, я говорил, я и пошел на фронт, желая что-то изменить, что я могу делать. И я считаю, что до момента...